Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы обсудим такой вопрос, как работа с Marketplace, Wildberries, Ozone и другие, и как, в каких программах для них создаются, соответственно, картинки. Я часто делаю картинки сама. Какие-то мы заказываем, и мне их делают фотографы, какие-то картинки я делаю сама, фотографирую, обрабатываю в Adobe Photoshop, а компьютерную вот эту инфографику, то, что делает, вот у меня здесь есть примеры, сейчас я покажу, я делаю в Illustrator. Ну, мне так комфортнее, в принципе, можно сделать и в Photoshop, и вот такого плана картинки. Они прекрасно делаются и в Photoshop, но мне в Illustrator комфортнее. Сегодня у меня возникла такая задача интересная, что у нас товар уже пришел, но у меня его еще нету, а его уже сегодня везут, и нужно сделать какую-то пока картинку для Wildberries, которую я там через день поменяю, но вот нужно ее пока сделать. У нас пришли опять новая серия скетчбуков, соответственно, что же мы будем делать? Вот смотрите, здесь пример, тоже инфографику мы делали, вообще векторные рисунки частично сделаны, то есть зависит от того, что вам нужно. То есть это фотография, и к ней приложены векторные картинки, то есть это все допускается. В Adobe Illustrator мы будем делать. У Wildberries есть определенные требования к картинкам, и это очень легко найти. Wildberries требования к фото. Вот смотрите, их очень много, веб-экон, вот здесь хорошо всегда все написано. Разрешение изображения 72 пиксела на дюйм, соответственно, кодировка вот этой RGB. Максимальный размер одной из сторон не должен превышать 800 пикселей, то есть соотношение 3 на 4, и разрешение не менее 900 на 1200. Соответственно, это самый маленький размер, который мы можем задавать, и имея вот эти данные, мы можем с вами сделать, соответственно, проект создать. А у нас это будет для интернета. Вспоминаем, вот здесь у нас указано с вами RGB, было правильно, экранное, цвета RGB, можно здесь выбрать просто RGB, и не указывать такую сложную цветовую модель. И у нас с вами соотношение 3 на 4. Здесь прямо вот так мы не найдем, но у нас должно быть соотношение 900 на 1200. А вот это минимальный размер, который у нас будет допустим создать. Вот у меня появляется зона, монтажная область, лист, на котором я могу уже работать. То есть я изначально заложила правильные размеры. А теперь, поскольку у меня нету фотографии, у меня есть только векторный макет, я сейчас найду, где оно у меня сохранено. Так, 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 так. Вот у меня есть файл, в котором есть альбомы. Это сделанные обложки. Вот такие альбомы у нас пришли. Они пустые внутри, пустые блоки. Вот, но у меня их сейчас, они есть на производстве, и сразу с производства они едут, соответственно, туда. Мне должны завтра привезти уже образцы, которые я буду сфотографировать. Вот бывают такие ситуации, что делать. Будем делать временную фотографию, которую мы туда положим. Сразу все вместе выбираю. Видите, у меня в одном файле. И все вместе корректирую, чтобы у меня единый размер у всего был. Так, достаточно крупно, чтобы было. Что еще я учту? У меня тут пружинка. То есть, соответственно, они по внешнему виду будут вот такие же. Вот как моя другая продукция, которая у меня есть. Вот такой будет альбом форматом опять на пружинке. Но дело в том, что сейчас я его не могу сфотографировать, а мне нужно показать примерно, как он смотрится. Понятное дело, что лучше сразу, когда фотография готова, но если вот произошла такая ситуация, ничего страшного не будет, потому что пока они там будут приниматься, принимаются иногда один день, иногда там до недели, то как бы все будет хорошо. Смотрите, нету контура. Это плохо. Соответственно, сейчас мы зададим цвет контуром. Так, не задался. Тогда еще один прямоугольничек. Это будет давать именно красоту отображения. В принципе, даже можно будет потом и не менять, если сейчас красиво все получится. Просто добавить дополнительную фотографию, а то, что мы сейчас делаем, оставить. Поэтому так, это я сейчас складываю дополнительно. И мне нужно нарисовать имитацию пружинки. Я буду делать именно что имитацию, и не буду выкручивать сейчас и заставлять прям себя рисовать абсолютно похожесть. И сделаю вот такую штучку. Размещу ее по центру. Закрашу ее градиентом. Вот так, смотрите. И вниз опущу. Опущу. Ctrl-D. У меня повтор действия. Вот у меня получилась пружинка. Да, она будет немножко находить на рисунок. Она так и будет сгруппировать. И немножечко сейчас еще добавим красоты. Берем черный прямоугольник, кладем его под самый низ. Делаем его чуть-чуть больше, чем наша форма. Эффект. Размытие. Размытие по гауссу. Вот оно немножко у нас размылось. Можно здесь поиграться степенью размытия. Меня, в принципе, устраивает. И вот здесь сейчас дадим эффект непрозрачности. Можно сделать, чтобы оно было с одного угла. Тогда здесь немножечко подтянуть. Можно оставить со всех сторон. Дело в том, что когда у нас белое на белом, вот этот эффект, он подсвечивает. Вот, смотрите, с ним и без него. Сейчас покажу. И увидите, насколько оно как бы хорошо высвечивает. То есть вот так смотрится ярче. Все. Это мы с вами сделали. Что мы теперь будем делать? Теперь вот эту картиночку я... Сейчас поверх нее положу другую. И вот эту удалю. Вот у меня получился такой же. Еще раз дублирую монтажную область. Поверх кладу картиночку. Углубляю. И эту картинку удаляю. У нас всего 5 разных дизайнов. Там только посмотреть, чтобы... Ну, ровно края были, чтобы не было кривизны. Так, сейчас еще два сделаем по такому же принципу. И уже будем их сохранять. Так, сюда. И сюда. То есть, ну, с одной прорабатываете более детально. А здесь, в принципе, они смотрятся как... Ну, как реальные вещи. Так, раз, два. И вполне могут быть продающие картинки. То есть такой вариант тоже возможен. Конечно, фото предпочтительнее. Это, конечно же, бесспорно. Но если нет фото... Получилось очень темно. Почему? Потому что оно улетело на самый низ. Монтаж на передний план. Так, сейчас давайте тогда нашу с вами тень поместим на задний план. Тень вперед вылезла, поэтому так темно смотрится. Так, и здесь тоже это убираем. Ну, тоже вылезла тень вперед на задний план. Надо вспомнить, что в Adobe Illustrator оно все перекладывается. Так. Итак. Вот, смотрите, пять цветомоделей одного блокнота у меня создано. Сейчас я теперь его сохраняю. Так, альбомы для Wildberries. Сохраняем. Сохраняется, естественно, у меня в формате Adobe Illustrator. А теперь делаем файл. Экспорт. Экспортировать как? Использовать монтажные области. Экспорт. Качество. 72 DPI. Фон белый. Окей. Вот давайте посмотрим, как теперь у нас это все будет грузиться на Wildberries. Заходим в личный кабинет. Так. Здесь у нас управление товарами. Возврат блокировку. Они постоянно меняют все. Так. Где у нас товар? Это опять поменялся интерфейс. Карточки товаров. Вот они, карточки товаров. Вот то, что у меня требует моего внимания. Массовое редактирование. Так. И теперь. Начинаем подгружать фото. Показать дополнительные поля. Основная проблема Wildberries. То, что он тупит, как не знаем и что. Так. Серый. Бежевый. Это был портрет. Сейчас они закодированы. И реально у них сервак очень часто висит. И с ними сложно бывает работать. Но у них есть и много своих плюсов. Но серваки у них прям на регулярной основе себя ведут отвратительно. Давайте посмотрим, подойдет ли нам все по размеру, что мы создали. Да, все подошло. Так. Теперь серый. Серый это была дама в шляпе. Двойной клик. Так. Теперь желтый. Двойной клик. Желтый. Ну, вы сами понимаете, то, что распределение по цветам, оно, в принципе, по крайней мере, в канцелярии, оно достаточно условно. Так, я не посмотрела, что это у нас. Так. Это красный. Но все равно ориентируюсь на то, какой цвет превалирует в обложке. И тогда уже на это ориентируюсь. Так. И еще один. Это будет розовый. Вот он. Ну, видите, здесь больше розового. Ну, то есть белая обложка с розовым, значит, он розовый. Все. Сохраняем. Сейчас оно прогрузится. Вот оно все прогрузилось. Вот они встали. И теперь мы можем их ввести на склад. Пока они туда отвезутся, пока мне придут образцы, я уже их успею там отфотографировать и поправить карточки. Но зато таким образом мы не теряем время. Вот вам пример работы с Wildberries, с программами, с подготовкой карточек. Делается все, как вы видите, достаточно просто и лаконично на сайте. Они появятся попозже. Когда мы их завезем, тоже будет вот такая карточка. Там уже сделано описание и так далее. Как то, что здесь все делается. Я показала именно работу в программе. Если у вас появились вопросы, можете мне их написать. Мы являемся официальными поставщиками Wildberries, официальными поставщиками Ozone. Сейчас еще выходим на беру. Поэтому могу вам рассказать всякие разные внутренние особенности. Особенно учитывая то, что многие фотографии делаю я сама. Какие-то я заказываю фотосессии, какие-то я делаю сама, потом обрабатываю. Вообще я многое снимаю на телефон. Поэтому даже не всегда требуется суперпрофессиональное оборудование для того, чтобы это делать. На этом все. Если вам понравилось видео, если вам интересны такого рода обзоры и задачи, обязательно ставьте лайк. Пишите мне в комментариях, что вас еще заинтересовало. И остаемся на связи. С вами была Чайковская Екатерина. Не забывайте подписаться на канал и поставить уведомление колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.